Хотя на самом деле, по большому счету, я считаю, что главное в создании амбиотопного аквариума это все-таки какое-то дизайнерское мышление, способность вычленить в настоящей практике в природе, в природной картинке тот элемент, который будет красивым, приятным взглядом радовать окружающих. Вот смотрите на это такое. Ну, собственно, про это Елена нам уже рассказала. К тому же я этим чувством, прекрасному искусству, этого чувства лишен практически полностью. Поэтому я буду вам рассказывать сегодня в основном о составе природных геотопов, геотопов, которых мы лично посетили. Все фактические фотографии, которые были представлены, сделаны мной, участниками нашей экспедиции. Но чтобы задать вот некоторую концепцию суть моего доклада, я вот полистал, но когда-то в 2016 году Олег как раз подарил журнал. Беотоп Аквариум Дизайн Контест полистал аквариумы, и вот выбрал для себя два аквариума, на которых можно вот эту вот идею продемонстрировать. Ее частично затрагивала сейчас Елена. Ну, собственно, первый аквариум, который я хотел бы обсудить, это небольшая речка в Австралии, правда, темновато, там плавают с левого нижнего угла голубоглазки, псевдомоглусы, днифер, два самца, там и самочка. Вот, и я вот, как человек, который был биотопом конкретного, ну, не данной речки, но похожих речек с этими же обитателями, могу сказать, что вот эта вот картинка, которая заняла 27-ое место, да, на этом конкурсе, она на самом деле полностью соответствует и отражает реальную картину, которую вы можете вот в Австралию увидеть. И также вот там эти класса, плавники, они свои расставляют, плавают, можно сидя на берегу, очень долго это наблюдать, как они хороходятся друг с другом там, по соседству с самкой. Единственное, как вот я здесь вижу, минус, это вот этот континализ, который там добавлен, мох, во-первых, континализ в Австралии растет, вот, но он как бы сильно картину не нарушает. Вот, дальше давайте перейдем к следующей работе, работе, которая заняла более высокое место, соответственно, речка в Тайване, в Тайване я сам не был, вот, но совершенно точно я могу убедительно сказать, что в природе, вот так как здесь изображено, там перечислено, я видовлю название растений, восемь видов, такого не бывает никогда. Да, это просто как бы противоречит самой биологической сущести растений, потому что большинство растений сейчас размножается вегетативно, соответственно, она выпускает там усы, какие-то отростки, она занимает определенную площадь. То, что показывала Елена в фотографии, которая, где вы видите много растений, несколько, это растения, сделанные профессиональными фотографами, использующие соответствующие объективы там, длиннофокусные и так далее, вы тоже можете там где-то с какой-то долины наш сибирский лес сфотографировать и там потом насчитать, тут березовая роща, тут досиновая, там сосновый лес, там дальше ели, как бы, вот, но вы охватываете, извините, площадь там несколько квадратных, там, километров. Здесь, как бы, в реке практически то же самое, то есть где-то там, может быть, дальше там в 30-40 метрах растут уже такие растения, как бы, и вот эту картинку, то есть получается, здесь строите биотоп свой, свой аквариум именно по картинке. Ну, и еще одним минусом данной композиции я бы посчитал использование вот этой вот, здесь, потому что растение будет немножко, аллаказия душистая, на самом деле растение в природе растает человеческий рост и выше, и я думаю, что вот следующий новый лист, он просто поднимает покровное стекло, это она просто здесь, она там есть. То есть, в принципе, композиция не долговечит. Ну, собственно, вот эту суть я сейчас вам продемонстрирую на примере фотографий, видео, которое мы сняли уже за 5-4 лет, существует 8 поездок, не знаю, экспедиции, путешествий, можно назвать по-разному, все были разные цели. Вот, соответственно, самая западная точка, это вот была Шри-Ланка, к юго-восточной земле, можно условно относить, но я отнес, вот, и восточный, соответственно, австралийский континент. Ну, и сразу дальше второй момент, то, что, правильно, можно в каждой реке снять множество фотографий подводных, различных, с разных ракурсов, и получить, соответственно, как по-моему, разные биотопы. Вот, можно рассматривать биотопы как в размере реки. Соответственно, в принципе, как бы, если исходить этим принципом, то можно вообще все биотопы поделить, в основном, по типу водоема. Вот здесь представлена крупная, огромная река со Шри-Ланки, которая напоминает множество других рек, как и в Европе, и в Сибири у нас. Это большая река, песчаное каменистое дно, много воды, которая в уровень каменистости постоянно, там, от сезона дождей и так далее, соответственно, растительности практически здесь нет, кроме деревьев, кустов больших, которые могут там зацепиться. В общем, биотоп достаточно скучный и вообще сложно для изучения, потому что даже, если вы хотите узнать, как водовой состав, да, здесь обитает, поймать достаточно непросто. Ну, вот следующие, это уже более перспективные такие водоемы, небольшие равнинные речки, тоже вот на Шри-Ланке. Опять же, здесь вот можно видеть, как располагаются здесь растения, крупные растения, талагинандры. В данном случае, вот она растет группой, то есть попала туда семечка, дальше, соответственно, вегетативно с талонок напустало, выросла такая роща. Рядом с этой рощей больше ничего не растет. И не может растить просто физически, потому что генандра сильно растение, все забивает, питание, свет и так далее. Здесь еще в каждой патологии у нас приведены параметры воды. Параметры воды в основном влияют на, если опять же подходить к биотопам, то возможность реализации условий, вот у вас в Питере мягкая вода, мы в Москве имеем любую проблему, у нас вода жестковата. И поэтому, как бы, не каждый биотоп с реальными гидробионтами, хворой мы можем реализовать. Вот как раз фотография здесь, которая произведена, это биотопы криптокарины Вента. Вода жесткая, больше даже щелочная. Ну и все мы знаем, что криптокарины Вента замечательно растет в наших аквариумах. Вот у нас тут же в реке, опять та же ситуация, песок, криптокарины Вента, больше ничего нет. В этих условиях, в этом месте, там вся земля, весь песок, если копнут лопатой, пронизан корневищами ее, больше здесь ничего не растет. Это, как бы, тоже до всех с вами будет повторяться. Вот там указаны растения, красненьким показано то, что вот изображено на фотографии. Черненьким – это те растения, которые нам удалось еще обнаружить, в принципе, в подобных реках. Или в этой же реке, ну, может, даже где-то на берегу, потому что большинство полуводов. Вот. Также вот рыбу, соответственно, здесь уже маленькая речка, ее легче ловить. Вот за один заход с очком, там, или небольшой сеточкой такой вот, полиэтиленовой, можно выловить еще кусочек кадра, на самом деле там рыть больше. Вот я постарался на фотографиях показать только рыбу, которая доступна, которая появляется в наших магазинах, которую вы можете в любой момент купить. И не некогда этого на шлямку. К тому же, как бы, остальные гидробионты, они не такие красивые. Но вот здесь самое главное. Дыба у нас – это черный барбус. Вот на первом этаже есть аквариум как раз оформлен из Шри-Ланки, где там была черная барбуса, с вишневым барбусом. Вишневым барбусом на формате не удалось там в реках, но, судя по идеологическим данным, он присутствует. Следующий тип биотопов, опять же, Шри-Ланка – это горные речки. Горные речки, как правило, питаются уже дождевой кондиционной водой. Парада, которая входит в состав этих гор, уже не успевает оказывать влияние на параметры воды. Поэтому вода, как правило, кислая. И вот, собственно, поскольку я еще немного сочинял общество опаренных растений, по-моему, это растения более глисткие, чем рыбы, но, по моему мнению, в этих водопадах растет одна из самых красивых криптокорей, которая известна в настоящее время человечеству – это криптокорина от Вейтса. Вот так вот в горных ручьях на песочке она растет. Но, опять же, из-за слишком мягкой воды содержать в Москве, в Москве, в московской воде без осудки специальная подготовка сложно. Да и специальная подготовка, на самом деле, не решает вопросы. То есть, если вы возьмете кислую воду, мягкую воду, вам будет тяжело в маленьком объеме поддерживать постоянные среды. А, как известно, криптокорины очень чувствительны к любым перепадам, как pH, плоскости. Поэтому, даже, используя осматическую установку, в маленьких объемах ломашних аквариумов содержать это растение очень сложно. Рыба в этих водоемах примерно та же самая, что и в предыдущих равнинных маленьких речках. Собственно, это один те же речки. Просто она берет сначала в своих горах и дальше как бы уходит на равнину, приобретает несколько другой вид. Еще один тип биотопов. Это, соответственно, какие-то пруды могут быть помимо орех. Вот это хранилище. Здесь присутствует другая специфика. В основном стоячей воде все растения плавающие. Которые стремятся, естественно, их не сносят течением, они стремятся к Солнцу и покрывают всю поверхность. А вардиуме есть. Пистия есть, и сальвиния, и водные. Гиацинт, и там еще одно черное написано, здесь не вошел в кадр. Растение – это людвигия такая. Она тоже не как обычная. Репенс, которую мы видим в аквариуме, это тоже растение, которое растет по поверхности воды и собой занимает весь водоем. Рыба, собственно, здесь опять же тоже такая же, как в речках, потому что это запроводили речку. В данном случае просто поймали несколько других видов. Вода стоящая, из них голову там более комфортно себя чувствуют. И вот, видели все бруксы. Попадается это, потому что водоем достаточно находится близко к выходу океана. Я уже понял, что это солноватая рыба. Ну, и вот карту с наших путешествий я вам показывал. Сейчас мы будем двигаться с запада, соответственно, на восток, и будем смотреть, как меняется вот этот ландшафт. Ну, собственно, крупные реки, тоже материковая Малайзия, практически ничего не изменилось. Здесь огромные водоемы, очень трудно их изучать, практически невозможно с любительской техникой. Дальше опять имеем небольшие речки различные, ручьи лесные. Но в данном случае уже вот эти конкретно ручьи, это ручьи ближе к побережью материковой Малайзии. Они, и вообще сам полуосов, он ближе к экватору, тут уже больше дождей. Опять мы имеем очень лямкую воду, которую сложно воспроизвести для наших условий. Вот Криптокорин и Барклай. Название, которое Криптокорин в основном, кроме кардапы, мало знакомо обычным аквариумистам, основным коллекционерам, потому что выращивать невозможно. Более интересная рыба, рыба, как раз которую можно встретить у нас в магазинах и прекрасно содержать. В каждой поездке мы тоже иногда встречаем достаточно интересные рыбы. Вот в этом же ручье, в котором раньше удалось ловить. Малайзии 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова